Обязательные условия для международного волонтёра – знание иностранных языков. Первое задание – перевод несложного текста. С группами ребят работали наставники. У каждого из них за плечами богатый опыт. Они не понаслышке знают, как совершать добрые дела. Только недавно волонтёры серебряного возраста вернулись с фестиваля молодёжи и студентов. По словам руководителей, знание и опыт необходимо передавать молодому поколению. Они должны знать, они должны быть готовы к тому, что их потребность в делании добра, в каких-то общих добрых делах будет востребована. Что это очень большое дело. Что мир сейчас всё-таки стоит на такой грани, что нельзя всё мерить деньгами. Нужно всё-таки добровольческое движение развивать. И это приносит несоизмеримый вклад в душу человека. Это эмоции прежде всего, это энергетика, та, которую не купить за деньги, та, которую не нельзя подарить, а можно только почувствовать, и можно только людям, друг другу дарить добрые дела и добрые помыслы. Волонтёры города-курорта активно сотрудничают с общеобразовательными школами и молодёжными центрами. А они, в свою очередь, подхватывают их идеи. В школе номер 6 уже несколько лет действует волонтёрский отряд «Горящие сердца». Дети самостоятельно строят скворечники для птиц, помогают ветеранам и организуют школьные праздники. В прошлом году в общеобразовательных школах проводилось анкетирование. По его результатам более 80% детей хотят заниматься благотворительностью. Они понимают, они этим занимаются, им это очень нравится, предлагают много разных моментов, конечно, безусловно. Добро – это бескорыстные поступки, это помощь человеку, в котором он нуждается. Хотя это не обязательно должен быть человек, это может быть животное любое. Нужно делать как можно больше добра. И добро для меня – это что-то бескорыстное, это когда ты помогаешь людям, которые что-то не могут сделать. План мероприятий расписан буквально по дням. Активисты серебряного возраста уже проводили уроки добра в школе номер 3. Сейчас они готовятся к их профессиональному празднику – День волонтёра. 5 декабря они полностью посвятят свой День благотворительности. Разделившись на группы, волонтёры посетят больницы и приготовят подарки для детей из коррекционных классов.